Утренний экспресс продолжается, и мы продолжаем также вас знакомить с подопечными благотворительного проекта «Кот и семья». И искать для них новых хозяев у нас в гостях основатель проекта Анна Табакова. Доброе утро! Доброе утро! С кем вы пришли сегодня в гости? Сегодня в гостях Сёмушка, юный котик. Здравствуйте, приехали! Вы специально это сделали на мой эфир? Да, специально. На удачу. Будем проявлены. Считайте, что это было на удачу. Слушайте, я вот все время, пока мы готовились к эфиру, смотрел, он не похож на обычного Сёму. То есть все мои друзья, Семёны, по крайней мере люди, они очень такие веселые и общительные. Он достаточно сдержанный, он никуда, конечно, не убегает, но вот он даже отвернулся. От тебя просто отвернулся. Да, к тебе спиной. Ну, потому что два Семёна, наверное, не может быть в одной студии. Он всегда себя так ведет, да? Да, он сдержанный, он очень спокойный, он не суетливый и он интроверт. Вот. Если вокруг все тихо, спокойно, человек к нему не лезет с навязчивым вниманием, то Семён начинает раскрываться, он интересуется любой деятельностью, которую занимается человеком, он может помочь поклеить обои, помыть посуду. То есть он сопровождает, но держит некоторую дистанцию. Как он к вам попал? Семён попал к нам с мамой-кошкой. Случилось так, что мама-кошка забралась в частный дом и родила там котят, и вот с новорожденными котятами Семён попал вместе со своей мамой. Сколько ему тогда? Я думал, он уже большой, ему еще... Он уже... Да, он уже большой, ему два года. Два года он на передержке, можно так называть? Да, да, безусловно. То есть два года мы пока не можем найти того самого человека. А как он с другими котами, животными? Тоже держит дистанцию. Держит с соколом. Да. Еще бы. Опасно все-таки. Дети. Он пробовал контактировать с детьми? Да, да. Нормально? Он спокоен. То есть Семён – это кот такого человека, который тоже любит комфорт, спокойствие и некоторое уединение такое. Пофилософствовать вечером, возможно. Давайте пофилософствуем. Кому он подойдет? Это бабушка? Это дедушка? Это большая семья? Большая семья вряд ли, потому что он не любит вот эту вот суету. Одинокий человек, пара, либо это могут быть уже взрослые дети. То есть он не любит к себе сильного внимания навязчивого и сам, соответственно, не оказывает. На самом деле люди разные, потому что... И пристрои тоже разные. Бывают люди, которым нужно вот я хочу любить, обнимать, я хочу хотячей нежности, а бывают люди, которые наоборот, они забирают активного котёнка, да, или активную кошку-кота, а потом говорят о том, что я так не могу, его слишком много. Поэтому нужно подбирать по характеру. Ну, то есть спокойный котик Сёма подойдёт спокойному человеку. Смотри, он привык, по-моему. Да, он начинает принюхиваться, что у нас... Думает, что он сова, поэтому вывернул голову. Он умеет... он играет вообще всё равно. Конечно, он играет. На самом деле он играет с некоторыми соплеменниками, у него есть выборочно, друзья. Он на самом деле нежный, ласковый, он приходит рядышком поспать, он принимает, чтобы его погладили. Ужас, недостаточный кот, правильно? Вот. И он, да, он играет. Он играет с мышками, мячиками, это нормально. Нужны ли ему когтеточки разные, либо он умеет пользоваться мебелью по назначению для котов? Он умеет пользоваться лоточком и когтеточкой так, как это положено, как это должно быть. Как и все подопечные, да, ваши? Нормальный двухгодовалый кот Семён, полностью приспособленный к жизни. И даже если у вас есть просто четырёхкомнатная квартира, он, в принципе, без вас замечательно в ней проживёт, если вы будете приходить и ухаживать за ним. Да. То есть лишнего внимания кого-то он не требует к себе. Да, да, да. Ну и лишний раз не подойдёт, не начнёт мурлыкать и вот так вот об ноги, об твои, как-то гладится. Получается, это брат Леона? Нет. Нет, это другой котик. Я уже из котов семьи забрала Леона, рыжего котика, вот, и вас призываю это делать, если вам нужен друг, то это лучший способ обрести его. Хотелось бы поговорить о проекте, о самом как таковом. Какая помощь возможна для проекта, вот все её виды, потому что, ну, кто-то не может взять Сему себе, но с радостью хотел бы помочь. Ну вот буквально вчера, например, у нас было такое достаточно серьёзное, тяжёлое мероприятие, мне нужна была помощь с машиной, да, например, которую я не нашла, к сожалению, на тот момент. Это может быть помощь информационная, потому что забот много, хлопот много, да, и постоянно курсировать, вот, поддерживать актуальность информации мне тоже достаточно тяжело, поэтому даже можно, не выходя из дома, действительно помогать, помогать. А как узнать о том, что нужна помощь, то есть где, в каких каналах? Инстаграм. Нужно просто написать в Инстаграм и предложить какую-либо помощь, описать свои возможности. Грубо говоря, вам не хватает просто рук ещё дополнительных, то есть мы нуждаемся в волонтёрах, можно прямо так сказать, да, Витя? Конечно, да. Сейчас сколько волонтёров, вот, которые на постоянной основе стараются помочь, выходят на связь, причём сами выходят на связь с вопросом? Ну, вот так, чтобы это было постоянно, я, наверное, никого не смогу упомянуть, то есть есть определённые периоды, кто-то уходит в отпуск, периоды разные у людей, поэтому, да, есть, в принципе, постоянные, есть у нас постоянные друзья, когда, которые всегда с нами, если не физически, то всей душой и всем сердцем, да, но таких людей немного, на самом деле. И это нормально, когда приходят новые люди, это нормально. Ну, и если кто-то захочет забрать Сёму или кого-нибудь другого, так же, Сёму, пожалуйста, в Инстаграм обращайтесь. Правильно, в Инстаграм всё можно написать, спросить, посмотреть, да? Да, да, да. Я люблю общаться, я всегда поддерживаю диалоги и рассказываю очень подробно о характерах, о привычках, чтобы человек не брал кота в мешке. Угу. 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 У меня, кстати, вот такой вопрос, вот, как это семья, а вот если вы увидите бездомную собаку? Есть у нас такие, и такие у нас тоже есть. Спрашивая про помощь, у нас есть две собаки на кураторстве, и люди, у которых душа больше лежит к собакам, можно прийти погулять, можно прийти пообщаться, и для них это тоже очень важно. То есть не только кота семья, видишь? В принципе, помогаем животным. Давайте делать добрые дела вместо того, чтобы ходить буками по улице и говорить, что что-то вам не нравится. Помогать быть волонтёром, либо забирать животное себе. Если вам Семён понравился, то пишите либо нам ВКонтакте, либо пишите Анне в Инстаграм. Так. Правильно? В гостях у нас были Анна Табакова и Семён, Сёма, которого можно забрать. Ну, а мы продолжаем «Утренний экспресс».